Дорогие друзья, предлагаю вместе сделать необычную игровую куколку, которая называется Луковница. Донесла эту куколку до нас тульский мастер-кукольник Агеева Ирина Владимировна. А научилась ее делать у своей бабушки, слюсаревой Милане Кондратьевной, которая проживала в теплых кубанских краях и знала много народных кукол. Особенность нашей куколки в том, что ее головка это луковичка, поэтому ее и называют Луковница. Если луковичка среднего размера, мы делаем куколку женщину. Если берем маленькую луковичку, можно сделать девочку. Куколка держится на основании. Вот в данный момент, сегодня для высоты взрослой куколки, я взяла палочку высотой 18-19 см. Кончик уже заранее подготовила остреньким, потому что у нас будет входить в головку как раз-таки острый кончик нашего основания. Мы должны основание обвернуть какой-то тканью. В данный момент я подготовила вот эту полоску, не потому что надо обязательно красную. Просто вот этот вот кусочек у меня остался от предыдущей работы. Если вы делаете маленькую куколку, можно взять шпажку тоненькую. Длина, ориентируйтесь по пропорции, здесь я уж точно говорить не буду. Сантиметров 12 в зависимости от куколки, потому что головка может быть маленькой, побольше, поменьше. А высота куколки может быть тоже выше, ниже. Что дальше? Дальше мы одеваем куколку. И вот тут я хочу обратить внимание, что куколка настолько несложная в изготовлении, что, конечно, здесь желательно привлекать ребят, детей. Посмотрите, и взрослую куклу мы одеваем в платьишко-сарафанчик. Соответственно, ей нужен передничек, ей нужен поясочек и головной убор-платочек. А вот для маленькой куколки всего лишь необходимо платьишко и косыночка. Да и то косынку можно не одевать. Можно вот хвостик от луковички оставить и повязать вокруг ободок какой-нибудь повязочку. И куколка будет готова. Что здесь еще, кстати говоря, можно обратить внимание, что каждый раз обращаю внимание на то, что игровая кукла – это все-таки простор фантазии для наших детей. Пускай они одевают так, как они хотят. Пускай они придумывают какие-то необычные наряды, необычные головные уборы для наших куколок. Мы это будем приветствовать. Итак, что нам еще необходимо для одежки? Итак, для платьишка-сарафанчика высота ткани должна быть на один сантиметр ниже, чем высота основания. Сегодня мы используем два полотна. Это для нижней юбки платьишка и для верхней. Для нижней я приготовила белую ткань. Можно подобрать, собственно, любую, даже одинакового цвета. Почему два? Для того, чтобы юбочка была попышнее. Длина юбки в данный момент на вот эту куколку 30 сантиметров. Можно взять 35-40 сантиметров, если хотите, чтобы юбочка была попышнее. Передник ширина 6 сантиметров приблизительно, на 10. И поясочек сегодня мы не будем специально время отводить на изготовление пояса. Я подготовила такую толстую нитку для вязания красного цвета. Поясочек у нас уже будет готов. И косынка. Обращаем внимание, что косынки желательно готовить, чтобы верхняя сторона была разрезана по косой. Длинная сторона. Потому что в этом случае она очень хорошо поддается складыванию, формированию поголовки. И сторона треугольника приблизительно где-то 20 сантиметров. Так, нитки красные. Убираем, готовим к работе. Так, ножницы. Нам нужны. Ну и сегодня дощечка с ножом для того, чтобы у луковички отрезать корешок. А начинаем работу с формирования основания куколки. Давайте, девушек, мы в стороночку вот так вот уберем. Так, ниточка пока не нужна. Отложим наши материалы. Берем основание. И посмотрите, каким образом мы готовим его. Накладываем вот так вот по косой как бы будет идти на палочку полоску. Вверх оставляем свободно, чтобы он хорошо вошел в луковичку. И вот так плотненько начинаем обвивать. Плотненько обвиваем. К низу ведем, ведем до тех пор, пока у нас полоска не выйдет за пределы нашего основания. Для того, чтобы, посмотрите, вот сгибается. Перегибаем. И закручиваем в обратном направлении вверх. И посмотрите, срезы у нас теперь закрыты. Чистенько, аккуратненько получается. Вот эту операцию вполне интересно делать детям. У маленькой пуколки тоже основание надо хорошо подготовить. Все, подошли наверх. Берем нитку. И ниточку накладываем на обкрученное основание. Хвостик оставляем около 6 см. И посмотрите, скручиваем ниточку вниз. Вот так вот, по спирали вниз. И поднимаемся наверх. Пока не встретятся кончики наших ниточек. Вот они встретились. Обрезаем. И завязываем узелок. Три раза. Раз завязали. Два, три. Все, основание готово. Пока отложили в сторонку, хвостики можно укоротить. Луковичку отрежем. Корешок у луковички. Только вот срежем буквально. Немножко. И ножничками вот так вот макушечку. Чтобы она не сильно. Совсем не надо срезать. Чтобы такой вот куделек-пучочек у нас остался. У головки луковички. Так. Одеваем. Серединочку находим у луковички. И вводим. Вот так вот. Достаточно глубоко. Достаточно глубоко. Проверяем. Хорошо сидит. Да. И определяем, где у нас личико у нашей куколки. Вот самые красивые. Такие щечки. Румяные. Без каких-либо изъянов. Вот это у нас будет личико. А что? Начинаем одевать. Берем нижнюю юбочку. Вот она у нас такой длины. 30 сантиметров. Посмотрите, как мы сгибаем. Перегибаем. Чтобы сзади одна сторона нашла на другую где-то сантиметра на 2. И оказалась посередине. Это у нас будет сзади это место. Вот так вот накладываем на куколку. Взяли в ручки. Сзади одна половиночка и другая. Так. И теперь очень так проверили. Одинаково. Справа и слева. Теперь очень аккуратно. Чуть-чуть можно приподнять. Чтобы у нас как бы как воротничок получился красивый. Чуть выше шейки. Чтобы как бы горлышко было прикрыто нашим нижним платьишком. Вот так вот. И начинаем присобирать. Постараемся такие мелкие складочки сделать. Не спеша. Потому что крупные неравномерные складки могут неравномерно распределить нам сам сарафанчик платьишка. С одной стороны присобрали. То же самое делаем с другой стороны. Закладываем. Закладываем. И еще раз заложили. Вот смотрим. Все хорошо. Все хорошо. Подправили. Чтобы все было симметрично. Берем нитку. Нитку наложили на шею. На линию шеи. Гвостик оставили. Пальчиком придерживаем хорошо. Ниточку натягиваем. Натянули. И два раза обвили. Один раз обвили. Натянули. Второй раз обвили. Вот какой красивый. Посмотрите. Воротничок получается. Вот. Нитку обрезали. И завязали. Один раз. Два. Три. Сделали три узелка. Ниточку укоротили. И приступаем к фарбированию верхнего платьишка-сарафанчика. Вот как хорошо. Смотрите. У меня нижняя юбка из такой плотной ткани, что она сразу придает такую вот форму пышную. Так, положили куколку. Взяли ткань на верхний сарафанчик. Вот сзади у нас точно так же. Где-то на два, два с половиной, три сантиметра, чтобы одна сторона находила на другую. Накладываем спереди на куколку. Я держу за основание. Положили одну сторону сзади. Пальчиком придерживаем. Наложили другой край. Выровняли. Проверяем. Одинаковые стороны отходят вправо-влево. Все хорошо. Все. Можно дальше складывать точно так же. Меленькими такими складочками. Присобираем одну сторону. Держим в руке. В левой. Меняем руку. Освобождаем правую. И присобираем правую сторону. Равномерно. Присобрали. Все смотрим. Все хорошо. Сзади все хорошо. Так. Там, где у нас... Чтобы не разбежали сзади. Срезы открытые. Вот так вот мы их поправили. Все. Ниточку берем. Накладываем на линию шеи. Натягиваем. Пальчиком наступили. Смотрите. Чтобы хвостик не мешал, я пальчиком левой руки так придерживаю. Чтобы не потерялся хвостик. Обвили один раз. Натянули. Обвили второй раз. Натянули. Ниточку вперед вот так вот вывели. Обрезали. И завязали узелок. Так. Один. Два. Три. Один. Два. Три. Сделали. Ниточку укоротили. Проверяем. Берем за основание. Все красиво. Все хорошо. Расправляем. Вот какая барыня получилась. Так. Что дальше? Дальше передничек положили. Передничек точно так же. Прикладываем к шейке. Прикладываем. Ниточку накидываем. Посмотрите. Три операции абсолютно одинаковые. Как хорошо детям отрабатывать. Приобретать навык той или иной операции. Обвили один раз. Обвили второй раз. Ниточку вывели на середину. Отрезали. Завязали узелок. Посмотрите. Вот. Ну сложного. Вот сейчас пойдут сложности. Когда будем повязывать с нашей куколки косыночку. Там могут возникнуть некоторые проблемки. Посмотрим, что у нас получится. Но сначала давайте оценим, что у нас здесь получилось. Посмотрите. Я отрезала кончики. Мы прикроем их сейчас поясочком. Все. Вот все хорошо. Правда же? Все. Так. Поясочек. Поясочек мы завязали в этом же месте. Раз. Два. Три. И чтобы нашей ниточке придать все-таки статус пояса. Посмотрим. Очень длинная. Правда? Мы укоротим. Где-то можно чуть ниже передничка. Но не до самого пола. Один покороче. Другой подлиннее можно. И на кончике давайте сделаем вот такие вот узелочки. Чтобы все-таки он был похож на настоящий поясок. У нас как раз-таки нитка крученая. Похоже на скрученный поясок. Вот. Одна кисточка. И вот вторая кисточка. Так. Еще раз оцениваем. Все хорошо. Все. Ну что. Косыночка пошла. Косыночку мы заложим. Ну она мне говорила, что немаленькую косынку я специально подготовила. Чтобы можно заложить вовнутрь хороших 2 сантиметра полтора. И вот бабушкиным способом называется завязывание платка. А бабушкиным в каком случае? Когда у нас хвостики уходят назад. Если бы мы спереди завязали, было бы как бы девичий платочек завязан. Проверяем сзади у нас. Серединка. Так. Смотрите. С одной стороны сделали складочку. Раз. К центру подвели. С другой стороны складочку сделали. Таким образом. Кончики платочка вот так перекрутили. Еще перекрутили. Натянули и увели назад. Здесь достаточно одного раза. Не надо два узла крутить. Не распустится косыночка. Ну вот такая получилась у нас головка с косыночкой. И вот такая получилась у нас куколка луковница. Все справились. Молодцы. Ну что. Этой куколкой детки играют. Можно держать в руках их. И вести какие-то милые беседы. А можно, чтобы куколка стояла. Я вот в этом случае, посмотрите, как готовлю. Врезаю такое вот основание из картона. Хорошо приминаю. И заклеиваю. Так. Клей-карандаш у меня сейчас не нагрет. Так. Давайте мы на это время тратить не будем. Я покажу. Вот это основание. Возьму вот. Позаимствую от этой куколки. Вот здесь у нее длинная. Посмотрите, какое. Потому что все-таки у куколки головка такая тяжелая. И она перевешивает. Так. Вот как. Посмотрите, как она хорошо у нас встала. То есть я показываю здесь еще раз, как это можно сделать. Из картона вот такую вот формочку вырезать. Краешки. Наклеить и вводить. И смотреть от размера все. Ориентироваться. Ну что. Будем считать, что мы с работой сегодня справились. Будем надеяться, что у вас получится. Вам удачи в работе. И поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями, что у вас получилось. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.